Шалом драгоценный, я приветствую вас во имя Иисуса Христа. Это вновь программа «Слово из Иерусалима» и вновь в этой студии наш дорогой друг Исраэль Ройтман. Шалом, добро пожаловать, Исраэль. Шалом, шалом. Шалом. Я приветствую тебя еще раз, и это потрясающе, потому что я верю, что эти программы служат для обновления веры многих, для исцеления душ, сердец, для исцеления физического. Я верю, что Бог что-то производит через эти программы. Спасибо, что ты согласился быть с нами. Мы продолжаем говорить о Израиле, так как мы начали с тобой, и мы еще и не закончили. И я верю, что эта история еще пишется. Безусловно, наверное, потому что я думаю, что это такая обширная тема. И как ее сама история, как и возникновение самого Израиля, и как народа. Да, так и возникновение того, что мы приехали сюда, и я знаю, что ты рассказывал, что ты приехал, ты начал жить в Хайфе. В Хайфе, потому что большинство родственников наших живут там, и поэтому мы и обосновались в одном городке, который называется Кириад Хаим. Кириад Хаим. Кириад Хаим. Для нас это, конечно, что-то созвучно, но когда люди спрашивают, а где это, что это, тогда лучше всего сказать Хайфа. Это Кириад Хаим. Как это перевести? Кириад Хаим — это как бы окраина или окраина жизни. Жизни. Вот. Как бы место жизни. Место жизни, конечно. И тем самым вот все, что у нас созидалось в самом начале, это было именно там. Замечательно. Я жил где-то минутах три от Средиземнего моря. Да, ты говорил, что у тебя даже больше произошло что-то внутри тебя. Я тебя спросил, когда ты приехал в Израиль, ты почувствовал, что ты дома? Ты сказал даже больше. Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что в какой-то момент у меня произошло такое в Иерусалиме. Я просто ехал по улицам Иерусалима, и вдруг, это вдруг произошло. Будто я здесь родился. Знаешь, будто я не приезжал ниоткуда. Будто я здесь родился. Это мое место всегда было. Но это от Бога. Это только Бог может сделать. Конечно, такое передать просто невозможно. Возможно только получить, возможно только принять. И действительно, я понимаю, о чем ты говоришь, но на самом деле это сильно касается. Я думаю, что, я верю, что когда Бог приводит сюда евреев, они спасаются здесь, они принимают спасение, становятся в служение. И Бог, может быть, их ведет куда-то дальше послужить. Но я верю, что их дом здесь, они должны возвращаться сюда. Я не верю все-таки, что Израиль является трамплином для евреев. То есть, приехать в Израиль и отсюда попасть в Германию, приехать в Израиль и отсюда попасть в Америку или в Канаду. Ну, я со всем уважением к нашим телезрителям, к тем, кто совершил это. Это я не осуждаю ни в коем случае, потому что у каждого человека свои обстоятельства. Но я верю, я хочу быть предельно аккуратным, что все-таки Израиль – это не трамплин. Израиль – это наша конечная остановка. Конечно. Наша конечная остановка, я на земле имею в виду, для евреев. Наша конечная остановка для верующих – это Царство Божие. Но Израиль – это то место, куда Бог призывает нас. Он множество раз говорил в пророках и вообще в Библии. Он говорил, что Он приведет нас сюда. Вот скажи, чем ты занялся в Хайфе? Ну, чем я занялся в самом начале, конечно, было бы даже интересно, так сказать, озвучить. Я работал в кибуце, выращивал маленькие растения, подрезал их, делал их различные формы. Наверное, многие люди не знают, что такое кибуц. Кибуц – это, можно сказать, как наш колхоз в нашем понимании. Но я скажу, что это, наверное, может быть совершенно другой макет этого представления. Но достаточно было и очень интересно там. Я был первый русскоговорящий там. Я работал в этой жаре, под этим солнцем поляшим. Конечно, да. И особенно в теплицах, там, может быть, еще больше. И поэтому внутри себя ощущал о том, что как замечательно быть на данном этапе, вот здесь, вот так хорошо, просто видеть. Ты не жаловался? Наверное, было тяжело. Ну, вы знаете, не хотелось бы всем вам рассказать, насколько моя жалость была к Богу. Как, наверное, может быть, и Йона сидел под можжевельником и говорил, ой, для чего же я сюда приехал. Потому что я убеждал мою жену вернуться, ну, во всяком случае, не поехать в Германию, в Штаты, но вернуться хотя бы на Украину. Но, конечно, если ты понимаешь, если твоя судьба от Бога, и ты следуешь Его воле, слышишь то, что Бог ведет тебя и знаешь это, то ты смиришь себя. И, вы знаете, особенно для нас, вот, допустим, я знаю, что моя жизнь сильно связана с песней, я люблю петь. И, конечно, не просто радовать людей, а действительно таким образом выражать свою любовь к Богу, благодарность к Богу, прославлять Его, петь Ему, петь Ему хвалу и славу. И, конечно, после того, когда я принял Иешуа, Иисуса в свое сердце, все мои песни поменялись на хвалу Ему, на то, можно сказать, восторг, что ли, через песни, то, что мы приобрели в нем жизнь. Самое главное – это жизнь. И, конечно, тут вдруг все поменять так, и как же так, и куда же мои песни, и кому мои песни, и тем более, вы знаете, что в Израиле все поют, правда, достаточно много. Да, в Израиле все играют и все поют. Когда приезжают какие-то служители сюда, кстати, и они видят, что есть недостаток в прославителях, в какой-то общине мессианской, они говорят, мы не можем поверить, все евреи, они же талантливые люди, это творческие люди, все они поют и играют. Но если не играют, по крайней мере, то все поют, ты правильно заметил. Это, вы знаете, когда все репортрианты приезжали в Израиль. Один Гарри Оровиц, это помощник, премьер-министр, он сказал такую вещь. Он говорит, что если человек идет, и у него пустые руки, то есть нет ничего, кроме чемоданчика, значит, он везет пианино в Израиль. Потому что каждый идет с каким-то инструментом. Да, народ певучий, народ, конечно же, но я думаю, что, как и везде, в любой жизни, тебе нужно просто облагоустраивать. Может быть, мы еще какие-то передачи, возможно, посвятим тому, чтобы поговорить вообще о поклонении и прославлении. Потому что я знаю, что Давид был примером, мне кажется, всего этого. Кстати, забегу вперед и хочу сказать, я тебе об этом еще не говорил, но я говорил нашему Ури Горану, драгоценному. Он также является исполнителем своих песен, он автор и исполнитель своих песен и многих песен «Хвалы и поклонения». Я сказал, что я хочу сделать вечер музыки и песни. Да, хвалы и поклонения, но также, чтобы там не только были песни, слова, но также, чтобы музыканты могли. Я хочу здесь у нас сделать такой вечер. Я не знаю, когда, в ближайшее время. Также ты уже приглашен заранее. Спасибо. И я хочу это сделать, потому что множество талантов, и мы будем, конечно же, мы будем поклоняться Богу, но я хочу, у меня большое желание в сердце дать людям, которые имеют эти таланты, имеют эти дары, прославить Господа, конечно же, но также показать этот талант, чтобы этот талант, этот дар служил для других людей. Чтобы другие люди могли вдохновиться, исцелиться, обновиться, поверить в себя, поверить в то, что у них получится. Это понимаешь? Мы будем просто молиться, чтобы у многих служителей постарей было такое же желание поддерживать музыкальное служение. Потому что на самом деле, когда мы выражаем хвалу Богу через песни, когда мы соединяемся вместе, в единстве, тогда приходит присутствие Божие, и тогда многие, может быть, проблемы отпадают сами собой. Это то, что у нас здесь на конференциях происходит. Ты последнее время с нами служил на этих конференциях. Давай вернемся немного. Ты в кибуце работал, и, конечно же, было тяжело. И ты в это время был в какой-то мессианской общине? Ну, вы знаете, какая-то сложность была. Вы знаете, на то время, я вам скажу, тогда не было мессианских общин просто. Я очень рад. Я думаю, тогда каждый верующий, послушайте, драгоценные телезрители, каждый верующий в Израиле, все они знали друг друга по лицу, по имени, хотя жили в разных городах. Это потрясающе. Великолепно, что Бог сделал за это время. Ты помнишь вот этот Crystal Music недавно? Да, помню. Ты помнишь, которые до двух тысяч человек собрались в зале конгресса в Хайфе, славили Господа Ищуа Машеха. Какой разнообразной музыкой. Для тебя это понятно. Для многих, которые молодые здесь, для многих, которые уже приехали позже или здесь родились в духе, Бог их родил здесь, они спаслись здесь, они не понимают еще. Ну, ты-то понимаешь, ты говоришь, еще не было практически мессианских общин. Ну, наверное, для меня это было такое ощущение радости, праздника, восторга даже. Потому что я помню такая, все израильские конференции съехали сто человек, когда-то, лет 15-16 назад. Но все же, я думаю, что, конечно же, всех пастырей, служителей я очень хорошо знаю, и я очень сильно радуюсь всему тому, что происходит у нас в Израиле. Потому что, на самом деле, это действительно Бог двигает нас и производит это движение. Конечно, да. Я верю также, что мы молимся о единстве, и пусть будет Израиль неким примером вообще для народов, именно в своих подражаниях, именно в единстве. Скажи, и вот не было еще, и ты начал свою общину или как? Да, поэтому, наверное, пришлось. Я начал свою общину, если можно так сказать. Ты был пастырем. Да, вы знаете, я здесь хотел бы сделать оговорку. Конечно, я мог бы сказать, что у меня сердце пастыря. Почему я могу сделать это смелое заявление? Потому что Бог знает прежде всего. И на то время, поскольку не было достаточно служителей, пастырей, из-за неимения, мы стали служить людям. И в основном в нашей общении были люди, которые пришли дома у себя. Приходили люди, которые приходили просто из улицы, друг к другу кто-то говорил. Одна семья здесь у нас, в нашей общине. Да. Да? Да. По-моему, они много лет назад были у вас там. Точно, да, да, да. Конечно, такое интересное переживание. Да. Мы как репатриантов встречали, и, конечно, первое время заботились о них, и я очень рад, что Бог делает это. И во многом мы служили многим репатриантам, потому что я знаю, что очень много сложно устроить свою жизнь в самом начале. И я думаю, что мы так устроены сами, что мы хотим получить все сразу и все сейчас. И когда если что-то... Ну, а как учение веры? Конечно. Как учение веры? Я требую прямо сейчас. Да. И еще во имя Иисуса Христа. Как говорит моя жена, если многие обращаются как на Макдональдс, как на учение веры, где ты подъезжаешь и заказываешь, а потом подъезжаешь, ну, в очередь пару машин, ну, буквально за считанные минуты ты уже получаешь гамбургер, уже все укомплектовано. Ты ешь, а потом ощущаешь, что ты просто что-то набил в свой желудок, а там ничего нет. Мы сейчас не рекламируем никакую фирму, никакую марс. Я не выступаю против, так сказать, этого кафе. Но я хотел бы по-другому, что так быстро вот спабриковать, сделать, потому что ведь мы понимаем, вот сейчас коцир, да, вот жатва, как мы ее называем, и сначала семя упадет, потом оно взращивается, потом оно растет, оно кем-то ухаживается, потом собирается. Потом дождь должен пойти, обязательно, без дождя, а потом, чтобы его собрать, нужно еще отделить его. Конечно, и когда это все, знаете, Рут, мы сегодня утром читали, Руфь по-русски, читали из этих глав, когда нужно было подбрасывать, и все, что не хетамля, как бы сказать, как зерно наполненное, оно падало, а все, что не нужно, отметалось. И я верю, что тогда мы получали, ну, для этого, за этим стоит труд, точно так же, как и наша вера, точно так же, и, конечно, многих мы вдохновляли, мы многих вели. Это было в хайфе? Это было в хайфе. Это было у вас дома? Это было у нас дома, да, потом мы сняли помещение, были в этом, можно сказать, пионерами, потому что одно из первых таких вот помещений, которые мы сняли, именно в таких вот публичных, и, конечно, были какие-то гонения, может быть, какие-то переживания были, но я думаю, что это нас не останавливало по причине, что мы просто любили и любим Господа нашего. Кстати, Исраиль, я тебе хочу сказать, ты понимаешь, о чем я сейчас скажу, я хотел бы, чтобы наши телезрители услышали, что эти трудности с помещениями, они так и не прекратились в Израиле. Когда мы искали помещение, у нас это взяло два месяца или больше, потому что многие не хотели нам сдавать, и многие пастора, многие церкви, я имею в виду, не имеют своих помещений. Это большая трудность, это большая проблема. Может быть, люди говорят сейчас, которые смотрят нас, ну и мы не имеем, ну и что, о чем вы говорите? Ну, знаете, я не хочу возвысить как-то Израиль или возвысить нас, не дай Бог. Ну, просто, если бы вы пожили здесь, вы поняли, о чем я говорю. Нам необходимо иметь здесь помещение, поэтому я хочу призвать прямо сейчас молиться вас, чтобы Бог давал пасторям, церквям Израиля, мессианским общинам Израиля свои помещения, чтобы давал эти ресурсы, финансы, чтобы чудеса происходили, чудеса из знаний. И вместе с этим, когда мы молимся за кого-то, правда, когда мы поддерживаем кого-то, то благословения, они приходят к нам. Благословляющие тебя будут благословены. Конечно, просто не автоматически, но это приходит на твою жизнь только потому, что ты сеятель, ты благословен. И вот как, пастор Рон, ты сказал о том, что то, что вы видите здесь в Израиле происходящим, то будет происходить во всем мире. И на самом деле здесь конкретно те часы. Иерусалим – это часы на руках Бога. Это действительно так. Если вы никогда не были в Израиле, особенно в Иерусалиме, положите свое желание, сердце перед Богом, и вы совершите это паломническое, действительно увлекательное путешествие. Иерусалим – особых городов. Конечно, зайдите к нам на сайт и напишите нам письмо, мы можем направить вас и помочь вам, как это сделать. Исраиль, и вот ты служил какое-то время пастором, ты служил со своей женой. Вы вдохновляли людей, вы служили им, вы делали, что необходимо делать. Ну, многие сегодня уже сами являются служителями, чему мы очень сильно рады этому. Но когда ты совершаешь призвание перед Богом, потому что на то время я имел достаточно очень много... Люди, которые были в вашей общине, они сегодня являются служителями. Основное, да-да-да, многие из людей, из этих людей, из этих верующих, они сегодня являются служителями. Кстати, эта семья, о которой мы говорим, они служат у нас как раз в этом служении, в видеослужении, в телевизионном служении, они снимают на камеры. Слава Богу. И потому что в нашей жизни, просто лично в моей жизни, когда я встретил Господа, у меня было большое желание служить Ему. И я понимаю о том, что приоритет семьи, достаток, довольство, желание каким-то образом создать комфорт, это все необъяснимо важные вещи, которые мы имеем в своей жизни. Но... Но если мы... Да, но, обязательно но. Да, вот это интересно. Дорогие друзья, если вы не в служении, если вы еще не в служении, если вы еще, ну, как достаточно, так сказать, в раздумьях своих, думайте о себе. Или сказать, вот я когда-то буду служить Богу, потому что Бог, Он созидает меня, там, дает мне. Начните делать то, что вы делаете сегодня для Бога, и вы увидите, что Бог благословит вашу семью, Бог благословит ваш дом, Бог обильно благословит ваше служение, ваше окружение, вашу, ну, можно сказать, церковь, общину, где вы находитесь. Да. Если вы даже не в общении, если вы не в церкви, то я призываю вас... То прийдите в церковь, конечно. Обязательно соединитесь, потому что свет общения нашего приносит его присутствие. Если вас кто-то обидел, или наоборот, вы ушли по какой-то причине, что недостаток внимания был в вашей жизни, то поверьте, что это то, что вы можете сами изменить. Я хочу вам сейчас, важно, изменить то, что в своей жизни. Пойдите и сами предложите, пойдите и сами благословите жизнь других людей. Вот так говорит Господь в книге пророка Агея, раз мы коснулись этой темы, это также еврейский пророк. Так сказал Господь Савалов, народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. И было слово Господне через Агея пророка, а вам самим время жить в домах ваших, украшенных, тогда как дом сей в запустении. Это говорится о служении Богу, о его доме. И он говорит, зайдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Вы понимаете? А когда Господь прославляется, он сказал, прославляющих меня я прославлю. Аминь. Это очень важно, на самом деле, дорогие друзья, это очень важно, если вы еще не служите Богу. Кто-то говорит, а служить Богу это стать на сцену, петь это проповедовать слово. Нет, ты просто можешь прийти даже в дом Божий и помыть полы. Ты можешь прийти, встать и кому-то сказать добро пожаловать. Ты можешь прийти, кому-то предложить налить чай. Ну я не знаю, как у вас в служениях там. Ну множество, ты можешь встать на колени и молиться за кого-то. Много можно что сделать. Ну давай вернемся, давай вернемся. И ты оставил это служение и пошел дальше, как бы, ты увидел, что тебя Бог призывает, как бы, что с тобой произошло? Ты переехал в Иерусалим, что с тобой произошло? Конечно, я думаю, что все люди, и ты как пастор, конечно же, понимаешь, что они дороги нам. И они дороги нам и сегодня. И с некоторыми из них мы поддерживаем общение сегодня. Мы очень сильно рады и вдохновляем. Ты их передал кому-то, этих людей? Конечно, да. И мы сделали такой свободный, чтобы они сделали свободный выбор. Опять-таки, есть иногда моменты. И если ты пастырь, конечно же, и Бог доверил тебе служение, и каким-то образом в твоей жизни происходят какие-то моменты, повороты, перемены, не бойся их. Некоторые люди, они всю жизнь держатся за какой-то отрезок, участок своего, как сказать, такого уже обозначенного, так как сказать, границ. Вы не даете Богу расширять вас. Потому что я знал, что Бог говорил мне много раз о том, что Он поведет меня в народы, и я буду служить в народах. Вы знаете, моя дочь посчитала, я не буду это просто говорить, что это уже результат того, что я имею. Возможно, это только лишь еще более начало того, что я хотел бы еще сделать. Я проехал 26 стран. Многие из них я возвращался и приезжал много раз. Очень много того, что было, я верю, что сегодня отразилось плодом. Ты переехал в Иерусалим или ты оставался в Хайфе? Вы знаете, что было в то время. Я получил от одного пастыря, я не назову его имя, но это очень уважаемый благословенный брат, который в Нью-Йорке, в Бруклине, служит для евреев. Он сам еврей и служит для евреев. Он предложил мне на несколько лет поехать в Бруклин, в Америку, чему я, конечно же, обрадовался. Вы знаете, но опять-таки, если ты чувствуешь радость именно твоей души, плоти твоей, то это еще не означает радость твоего духа, потому что вдруг, в тот момент, я произвел внутри себя какой-то конфуз. Ты начал спрашивать у Бога? Я спрашивать у Бога начал, почему? Потому что Господь мне сказал, сейчас время переехать тебе в Иерусалим. Я думал, как же так, Нью-Йорк или Иерусалим? Я, знаете, что, как нормально все евреи, Иерусалим никуда не уйдет. Он стоит уже несколько тысяч лет на том же самом месте, на горе Сиома. Я думаю, я поеду в Брукли. Но, вы знаете, даже стал сражаться, неустройство тут же моментально. Все, у меня буквально сломался компьютер. Мне побили машину. Это колесо утащили с машины. И просто удивительно, меня стали атаковать со всех сторон. Потом Ядли Ахим, вы знаете, ну, вы знаете, да? Ядли Ахим – это такие религиозные, религиозная организация, которые несправедливо гонят мессианских евреев. Но мы их благословляем, потому что Иисус научил нас это делать, и Бог сам разбирается с ними. Это точно. И я просто понял, что мне нужно послушаться Господа. И я так сожалел. Я так просто не сожалел, потому что я контракт там потерял, а о том, как просто посмотрит на меня этот пастырь. Почему? Потому что я научился быть послушным, дисциплинированным, и быть корректным по обращению к другим людям. И, естественно, когда меня приглашают в разные динаминации, потому что я служу в разные динаминации. Ты междинаминационный служитель. Я могу так себе сказать. И опять-таки часто меня называют своим. Если я свой, я должен не… Но мы евреи всем должны. Я тоже говорю людям, что мы евреи всем должны, дорогие. Поэтому я могу служить в разных динаминациях, потому что я должен всем, так говорит Библия. И мы не должны их подвести, что самое главное. И поэтому, конечно, тот пастырь не обиделся на меня, все устроилось своим образом. И ты переехал в Иерусалим. Мы переехали в Иерусалим. Конечно, я бы мог продолжать быть пастырем, но я не услышал это. И на самом деле мы ведем домашнюю группу, русскоговорящую. Но ты начал входить в полноту своего служения. Ты можешь сказать, что ты оставил пастырство, и ты начал входить в это служение, чтобы Бог тебя высвободил в народы, чтобы ты ездил и пел, и проводил концерты, да? Ну, вот концерты поклонения, хвалы, чтобы ты выступал в церквях. Ты можешь сказать, что ты начал входить в полноту служения, когда ты оставил пастырство? Я думаю, что я и находился в полнотее. Нет, ну я имею в виду, ты понимаешь, о чём я говорю. Да, 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 я понимаю. Но я просто понимал о том, что я просто мог служить, служить как и пастырям, служить как лидерам прославления, служить как простым людям. И здесь, я думаю, что если мы говорим просто о личном, это же слово из Иерусалима, о том, что поклонник настоящему будет служить всем. Иногда мы сегодня ищем, дорогие мои, пожалуйста, не ищите того положения, состояния, если бы просто кто-то поселил какой-то ковёр и пригласил вас. Но ищите просто Господа, чтобы Бог использовал вас как инструмент для служения людям. И тогда вы увидите, что это несказанно больше радость приносит тебе в твоём служении, не так, как поступили с тобой, а так, как ты мог просто это высвободить. Ты переехал сюда, и ты присоединился к какой-то общине, да? Да, я присоединился к общине. Мы очень сильно рады, мы находимся и сегодня. Это благословенные Мужи Божьи. Это мои друзья, кстати, я могу сказать за ваших постеров. Братья, которые приносят действительно большое откровение. Кстати, я вам скажу, моё служение, оно как-то более организовалось в том, что я сегодня говорю семинары, читаю лекции, можно даже так вот некоторые называют, или просто провожу семинары об Израиле. И, конечно, здесь люди сильно вдохновлены, благословлены. Дорогие мои друзья, если вы не евреи, вам не нужно рыться где-то, где-то, и искать каких-то глубоких откровений. Но найдите просто то, что Бог вас уже соединил масляничное дерево, ветвью, и вы уже привились к еврейскому корню, стволу, где наши патриархи. Да дальше, если вы берёте Писание, здесь вы уже можете найти себя, ощутить еврею. Да, знаешь, нам осталось буквально мало времени. Я хочу сказать, что мы не призываем вас поклоняться Израилю, Иерусалиму, народу еврейскому, или камням иерусалимским, но мы говорим вам, что мы, мы все одно во Христе Иисусе, в Ищуам Ашехе. И поэтому давайте будем друг другу служить теми дарами, которые Бог дал нам. И я понял так, что не нужно искать какого-то откровения о Израиле. Пригласите Исраиля Ройтмана, и он с удовольствием приедет и послужит вам. Аллилуйя, слава Господу. Нам буквально осталось, у нас осталась одна минута, и мы хотим благословить вас. Я еще раз буду просить тебя, пожалуйста, Исраиль, помолись за наших драгоценных телезрителей. Я думаю, нам нужно продолжать, потому что мы не закончили эту историю. Да, и слава Богу, она пишется, как я сказал в начале. Мы будем продолжать говорить об этом. Но нам нужно немного еще поговорить об этом. Мы сделаем еще несколько программ, я верю, и вдохновим людей, потому что это вдохновение на самом деле. И, конечно, я хотел бы поблагодарить тебя, пастори, о том, что ты ведешь именно эти программы, приглашая людей, которые могут свои свидетельства, свою жизнь, может быть, действительно дополнит и обогатит жизнь верующих людей. Амэн. Слава Богу. Слава Богу за предоставленную нам возможность на телеканале ТБН Россия. Это на самом деле благословение для многих народов. Пожалуйста, помолись буквально кратко за наших телезрителей, чтобы они вдохновились еще больше и получили исцеление. Аббоша Башамаем, Отец Небесный, во имя Ишуа, я молюсь Тебе, Господь, за каждого телезрителя, за каждого человека, который присоединился сейчас или смотрит наши программы, во имя Ишуа, благослови обильно и жизни. Отец, принимать решение, слышать голос Твой через Духа Святого, через драгоценного Духа Святого, во имя Ишуа, Господь совершать Твою волю, совершенную, благую. Отец, во имя Иисуса я молюсь Тебе. Амин. Амин. Я также благословляю Вас. И есть какой-то человек, у которого исцеляется горло прямо сейчас, примите свое исцеление во имя Иисуса Христа. Есть какая-то женщина, у тебя варикозное расширение вен, Бог прямо сейчас исцеляет тебя, прими свое исцеление во имя Иисуса из Назарета. Есть какой-то человек, у которого радикулит, ты не можешь сгинаться практически, и сейчас у тебя приступ. Бог исцеляет тебя во имя Иисуса Христа. Прими свое исцеление. Пусть Бог благословит вас. Мы встретимся в следующей передаче. С вами был сегодня Исраиль Ройтман и ваш покорный слуга Оран Левари. Мы любим вас. Бог любит вас еще больше. Шалом из Иерусалима. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok